Министр транспорта края подал в отставку по семейным обстоятельствам. Место Антона Воронова с приставкой ИО занял Александр Мошкин. Жилая застройка перешагнет на правый берег Аби, а дороги нырнут под землю. Новый генплан Барнаула готовы представить общественности. Без ледовых фигур, но с ярмаркой и фудкортом, как подготовят к празднику главную новогоднюю площадь края Сахарова. Исполняющим обязанности министра транспорта края назначен Александр Мошкин. Информацию об этом опубликовали в правительстве региона. До этого времени Мошкин работал заместителем руководителя ведомства, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, сектора финансового контроля и аудита, а также исполнение указов и поручения президента и правительства края. Воронов, который был министром транспорта с 2022 года, подал заявление на увольнение. Причины в правительстве называют семейные обстоятельства. Кровя столица продолжит развиваться, причем в разных направлениях. Согласно новой версии генплана Барнаула, в городе начнут осваивать подстроительство новой территории. Особое место в генплане отведено и развитию транспортной сети. Изменения в основном документе развития города до 2040 года впервые обсуждали широко с привлечением всех заинтересованных лиц. А теперь его готовы представить общественности. Татьяна Голубева продолжит. Генплан Барнаула готовы вынести на обсуждение жителей краевой столицы. Такое решение приняла рабочая группа на заседании в мэрии. В рамках встречи было отмечено, что впервые генплан обсуждали широко, привлекая всех заинтересованных. Два года очень серьезной аналитической работы, к которой были привлечены не один десяток специалистов, экспертов в разных областях, представителей разных уровней власти. Конечно, это документ консенсуса, то есть согласия. Здесь очень важно найти баланс, баланс интересов. Вице-мэр поблагодарил участников рабочей группы, созданной по поручению губернатора, за продуктивную работу, результатом которой и стал генплан города. Масштабная застройка территории Барнаула, пожалуй, основа документа. Строительство планируется на правом берегу Аби, конечно, с учетом особенностей местности. Разработчики проекта генплана предусмотрели и развитие исторической части города, а также территории индустриального района Барнаула. Территории на пересечении улицы Просторная и тракта Павловского, земельных участков, находящихся в пользовании Доморыв, ну или так называемого северо-западного планировочного района. Под индивидуальную жилую застройку в генплане предлагается территория в селе Власиха, а вот микрорайон «Поток» выбран для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки. Развитие каждой из указанных территорий возможно только при комплексном подходе с обеспечением социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, создания общественно-деловых и рекреационных зон. Указанные территории позволят в дальнейшем, по сути, решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства, в том числе и жилищного, повысить инвестиционную привлекательность города Барнаула. В генплане Барнаула от предыдущей версии сохранилось развитие территории Обского бульвара. Особое внимание уделили в документе и городской транспортной сети. К примеру, к основным работам отнесли строительство северного обхода, прохода под железной дорогой в створе улицы Георгия Исакова, создание объездной дороги от пересечения улицы Попова с проспектом энергетиков по проспекту Деловому. Обсуждение экспертов завершилось. Теперь основной документ развития краевой столицы до 2040 года планируется вынести на общественное слушание уже 6 ноября. Материалы будут представлены как в рамках электронного формата, так и естественно в рамках экспозиции по местам проживания людей. Традиционно, скажем так, уже места эти определены и каждый желающий сможет с этими предложениями разработчика ознакомиться. Разработчики обещали учесть пожелания горожан, ведь в генплан по-прежнему можно вносить корректировки. Напомним, что стартует общественное обсуждение 6 ноября и продлится до 26. Татьяна Голубева, День Толка. Одни из главных проспектов Барнаула, Комсомольские и Социалистические, должны быть оборудованы для велосипедистов. Таково мнение самих велоактивистов. В краевой столице обсудили, как должна развиваться инфраструктура для двухколесного транспорта. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. С каждым годом в Барнауле растет число велосипедистов. Увидеть любителя двухколесного транспорта зимой уже не вызывает шок. Но инфраструктура для этого вида спорта развиваться не успевает. Этот вопрос стал главным на встрече архитекторов, велосипедистов и чиновников. У нас есть общая проблема бессистемности. Есть некоторая бессистемность во всей этой структуре городской. А бессистемность, она за собой, естественно, тянет проблемы с безопасностью, с комфортом. То есть то, из-за чего люди отказываются от велосипеда. Судя по опросу, который проводили велоактивисты, многие варнаульцы начали бы ездить на велосипедах, будь специальная, безопасная для езды зона. Участники пришли к мнению, что самыми удобными в прокладыванием велодорожек стали бы проспекты Комсомольским и Социалистический. План еще масштабнее – соединить дом и работу одним веломаршрутом. Основные велосипедные направления должны соединять точки основные притяжения, то есть деловой центр и жилые массивы. Акцент ставится на том, что городская инфраструктура должна строиться целостно, не кусочно, а именно соединять важные точки, районы. Это первое обсуждение проблемы в таком формате. После нее активисты займутся оформлением своих предложений в различные программы или гранты. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Жителям почти 300 барнаульских домов необходимо выбрать новую управляющую компанию. Причина – ликвидация ныне существующих, а именно муниципальных управляющих компаний. По федеральному закону о защите конкуренции уйти на покой мупы должны до 1 января 2025 года. Какова основная цель закона? Захотят ли управляющие компании взять на баланс не самые доходные и ветхие дома? И не останутся ли жители Барнаула без управления? Большие перемены в коммунальной сфере. В 2025 году число управляющих компаний Барнаула изменится. По федеральному закону с января в России прекращают действия муниципальные управляющие компании. В краевой столице прекратить деятельность должны три компании – ДС-1 Ленинского района, УК «Центральная» и «Смарт». А вот «ЖИУ-30» просто реорганизует ВООО, и оно продолжит выполнять работу по обслуживанию своих 18 домов. В соответствии с законом делается это для развития конкуренции. У наших собственников помещений на квартирных домах есть возможность сменить способы управления, например, идти под ТСЖ, либо, собственно говоря, выбрать иную управляющую организацию, которой в Барнауле достаточно. Пускай делают разумное предложение собственникам, готовят предложение по управлению УКДС, то есть перечень работ, осмечивают, выходят на советы домов и доказывают, что они хорошие, что они лучшие, они могут действительно это управление выстроить качественно, и, собственно, будут довольны. Как стало известно, предложения к жителям домов, относящиеся к ДС-1, уже активно поступают. Этот фонд нельзя отнести к аварийным и ветхим, и, по сути, его можно назвать лакомым кусочком для УК. Причем у жителей есть версии, что предлагают свои услуги те, кто хорошо знаком с этими домами. Есть управляющая компания, которая каким-то образом одновременно на многих домах инициировала голосование. Как можно организовать одновременно на многих многоквартирных домах голосование, не имея доступ к информации о том, что, ну ладно, о реформе знают многие, но для того, чтобы инициировать, нам же нужны жители с этих домов, нужны реестры собственников для проведения собрания. В мэрии нам назвали порядка пяти управляек, которые не против взять фонд бывшего ДЭЗа. Явно сложнее будут обстоять дела с домами СМАРТа. Фонд здесь в большинстве своем ветхие, и предложения к жильцам не посыпятся. На территории СМАРТа, к сожалению, такого вот этого, не наблюдается оживление, которое среди желающих взять эти дома. В любом случае, мы с управляющими компаниями, конечно, разговор составляли. Вы сами понимаете, рынок конкурентный, как я сказал, он не регулируется. Органы власти, органы местного самоправления давить на, что-то приказывать не могут, тем более частным управляющим компаниям, сами понимаете. Так что, ну, беседы были на тему, что домов без управления бы нехорошо оставлять. Если хотите забирать фонд, то лучше бы весь фонд забрать. Со слов экспертов, недооценивать ликвидируемые мупы не стоит. Они как раз помогали управлять ветхими и аварийными домами, которые частным УК в экономическом плане невыгодны. У нас проблемы очень серьезные с оплатой именно содержания. И, честно говоря, мы эту проблему достаточно давно уже решаем. Но, к сожалению, мы вот не можем, так скажем, до сих пор утвердить единый методический подход по расчету платы за жилищные услуги. Оплате за содержание жилья беспокоятся и жители. Они боятся, что при новых УК стоимость резко пойдет вверх. Опять же, как говорят эксперты отрасли, решение, какой управляйке отдать предпочтение принимают сами жильцы. Между тем, представитель мэрии заверил, что без управления дома точно не останутся до момента полной ликвидации мупа. В любом случае непрерывность управления домов будет обеспечена. Дом вот без управляющей организации, без аварийной службы ни один не останется. Если на момент прекращения деятельности мупа никого не будет, будет назначена временная управляющая организация и будет формироваться пакет документов для открытого конкурса. Как сложится судьба жителей бывших мупов, загадывать никто не берется. Федеральный закон нужно исполнять, и сейчас основная задача городской власти – вести разъяснительную работу, а жильцам не тянуть с выбором УК. Законодатель, видимо, исходил из того, что муниципальное унитарное предприятие – не лучший хозяйствующий субъект, не заинтересован в каких-то конкурентных преимуществах и так далее. Насколько это верно, нам судить сложно. Посмотрим. Время покажет. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. 21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона. Трансляцию покажут по телеканалам Катунь-24, Россия-24 и ОТР. Вопросы главы региона принимают на сайтах прямой линии и правительства края, а также на страницах Центра управления регионом и прямой линии с губернатором в социальных сетях. Рукописные вопросы можно оставить в районных администрациях, офисах Единой России и Общероссийского народного фронта. Напомним, это уже четвертая телевизионная прямая линия с Виктором Томенко. Год назад губернатору поступило более 2,5 тысяч обращений. В рамках эфира он ответил на 25 вопросов. Другим новостям. Они работают инженерами и уже имеют за плечами большой опыт в сфере промышленности и энергетики. Однако учиться никогда не поздно, особенно если речь идет о губернаторской программе переподготовки инженерных кадров. Сегодня дипломы вручили уже четвертому сезону выпускников. Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики края действует с 2021 года. Ее главная задача научить или подтянуть навыки управления производством, чтобы повысить эффективность предприятия и потенциал сотрудников. Люди, которые приходят в нашу программу, а мы придали ей статус действительно государственной губернаторской программы, люди это уже состоявшиеся специалисты с хорошим добротным образованием, сделавшие определенную карьеру у себя на предприятиях, на производстве, в компаниях энергетики. Это все так на них и направлены были основные наши идеи. Это те кадры, которые вот эту промышленность нашу и двигаются вперед. Это стало возможным благодаря вашим знаниям. Я хочу поблагодарить вас, выпускники программы, за то, что вы обогащаете нас, потому что любое образование это обоюдный процесс. Четыре месяца обучения проходило на базе технического вуза в Барнауле и его филиалов в Бийске и Рубцовске. Студенты с опытом решали инженерные задачи, изучали способы внедрения цифрового производства и инновационных технологий. В этом году на обучение поступило больше 80 заявок. Для меня больше в управленческом смысле была информация свежая, новая. Казалось бы, она очень такая понятная, ясная информация, но ее вот так вот переформатировали, в другом виде выложили и совершенно интересно было слушать. Для меня это было настоящее удовольствие. Вручение дипломов не финал программы. Для выпускников организуют стажировки. Ближайшее пройдет в конце ноября на предприятиях машиностроения и химической промышленности Томской области. Дмитрий Дроздов, День с толком. Торчащие провода, запах дыма, копоть и частично отсутствующие стекла. Жители четырехэтажного дома по улице Дзержинского 5 уже несколько месяцев не могут добиться восстановления подъезда после сильного пожара. Почему парадную дом они хотят ремонтировать в сюжете Марии Костылевой. Запах дыма не выветривается спустя два месяца, а по стенам можно понять, где горело сильнее. В конце лета в доме номер 5 по улице Дзержинского вспыхнул мопед одного из жильцов. Жертв нет, а вот последствий хоть отбавляй. Смотрите, какая красота, вот такие стены были. Это первые, вот мы уже сами жильцы очищали, и вот это уже сами жильцы это побилили, а тут вообще было все черное. После пожара управляющая компания провела некоторые работы. Но качество этих работ жильцов не устраивает. Застеклили окна, здесь вот забиты вообще фанерой. Окна застеклены поликарбонатом, что противоречит противопожарное всему. Это нельзя их стеклить. Это как для теплиц, да, материал? Да. Но он же пожароопасный и ядовитый. Если вот так еще что-то возгорание, не дай бог, произойдет. Люди просят вернуть приличный облик подъезду и немного его подремонтировать. Оштукатурить стены, побелить их, покрасить все. Ну и соответственно, ну хотя бы на стекло поменять. Я понимаю, нам пластик никто не поставит. Но вы поменяйте на стекло окна-то и двери. Ну хоть бы обшили бы двери с этой стороны. Ну это что такое-то? Содержание мест общего пользования, которым и является подъезд, лежит на плечах УК. Руководитель управляющей организации нам пояснил, что в этом доме слишком много коммунальных должников. Поэтому денег, собранных на общедомовые расходы, на ремонт не хватит. За домом, за должность там к двум миллионам. Кто же мопеды хранит в подъезде? Этот виновник вот этого пожара не против взять на себя это время ремонта. Мы готовы материалы дать. Он согласен, не против взять там и звездки, и шпаклевки, и все там открасить, поменять стекла там и так далее. Но никаких действий владелец сгоревшего мопеда за два месяца так и не предпринял. Директор управляющей компании объяснил, что деревянная дверь в подъезде временная. Окна закрыли таким способом тоже не навсегда. Проводку починили. А вот по поводу остальных работ готов договариваться с жильцами. Главное найти точки соприкосновения в наболевшем для всех вопросе. Мария Костырева, Дмитрий Денисов, День с толком. Площадь Сахарова вновь станет главной площадью празднований Нового года. Об этом рассказали в городской администрации. Но концепцию снежного городка изменят. В частности, ледяные фигуры заменят на светодиодные. Подготовка к Новому году и Рождеству сегодня обсудили в администрации Барнаула. Основной площадкой праздника традиционно станет площадь Сахарова. Но привычный городок изменят. Причина тому обычно для последних зим. Позднее установление снежного покрова. В этой связи комитетам предлагается изменить концепцию строительства новогоднего городка, украсив площадь Сахарова 26 световыми фигурами для оформления и подсветки городка. Для привлечения граждан совместно с комитетом по предпринимательству прорабатывается вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фудкорта. Совсем без новогодних фигур жители не оставят. В центре площади установят ель. На ней обновят световое оформление в виде 73 программируемых гирлянд. К предстоящим новогодним праздникам улицы Барнаула украсит плакатами, живописными панно, надувными и световыми скульптурами, а также искусственными гелями и другими конструкциями. Уже сейчас специалисты занимаются формированием общегородского плана новогодних мероприятий. Во всех муниципальных досуговых учреждениях культуры запланированы нами новогодние представления, дискотеки для школьников средних и старших классов, а также тематические мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества. На территориях четырех парков культуры и отдыха – это Центральный, Орликино, Экстрим, Эдельвейс. В зимний период с 2024-2025 годов будут работать катки массового катания. Подготавливать площадь к празднику начнут с 9 декабря. Именно тогда закроют движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина. Откроют его 19 января. Напомним, до Нового года осталось всего два месяца. Дмитрий Дроздов. День с толком. Полсотни юных биологов и экологов собрались в Барнауле, чтобы рассказать о своих исследованиях. Все они посвящены изучению Алтайского края. Борьба с вредителями, изучение качества воды и не только. Подробнее о том, как детские исследования могут изменить нашу жизнь в следующем сюжете. Одиннадцатиклассница Екатерина не на шутку заинтересовалась рассадой томатов, а точнее, как на нее влияют удобрения. И этому девушка посвятила целую исследовательскую работу. Со своим педагогом она удобряла рассаду золой из листьев березы и крапивы. Вывод – береза дает хорошие результаты. Мы с руководителем решили это сделать, так как это более доступные растения для обычных людей. А наша работа же направлена для того, чтобы обычные люди смогли то же самое делать. Накануне в Краевом детском экологическом центре собрались десятки школьников из разных районов. Так же, как и Катя, увлеченных биологией, экологией и краеведением. Каждый из них представил свою работу на региональный конкурс «Дети Алтая – исследовать окружающую среду». Кто-то испытывал сорта огурцов и морковки, кто-то изучал качество воды в местных реках, другие сражались с сорняками и вредителями. Они каким-то образом происследовали небольшой фрагмент жизни, жизни Алтайского края, глубже стали его понимать, любить и действительно стали смотреть на мир другими глазами, глазами исследователя. Главное – это желание. То есть генетически, а может Бог, делает так, что часть детей – это интересно. Они вот с этим родились. Вот ему букашки интересные, он сидит на корточках, да, и смотрит, как там муравейники, муравьи ползают. Можно сейчас смотреть. Вот это есть, его наградила природа этим. Но это надо просто дальше развивать. Школьники, чьи работы заняли первые места на региональном этапе конкурса, теперь представят наш край на федеральном уровне. Но дело даже не в победе. В руках этих юных биологов и экологов без преувеличения будущее края страны и планеты. Ведь именно этому поколению придется исправлять ошибки взрослых. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Напомню, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова